всем привет вы на канале польза над live меня зовут сани и здесь у нас только долгие стримы про жарки сегодня мы с вами будем тестировать вот этот смартфон на и он называется благополучным образом samsung galaxy s24 насколько он хорош что он может как у него с шимом как у него с автономностью в первую очередь и в целом те кто первый раз здесь напоминаю что основной канал пользы нет меня зовут сани я протестировал уже больше четырех сотен смартфонов 99 процентов из них покупаю на свои деньги и потом продаю вам о них рассказываю вы можете по-разному относиться к моему контенту кому-то он может равен нравится или нет но объективно объективно у меня одинаковые тесты всегда одинаковые условия поэтому всегда вы можете прийти посмотреть если про камеры на пользу над live там я делаю обзор одним кадром если говорить про игры здесь стараюсь все это дело гонять если говорить про общий обзор то на основном канале они всегда остаются не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании там всегда много полезного по ссылкам по скидкам допустим сегодня x6 продавали вообще за 18 сегодня но я не успел запустить зато за 21 пока их 6 продавали 12 12 256 не 8 256 потом помимо этого еще x6 про разумеется все еще продается за 25 вот я сейчас только что постил редми ноут redmi 13 это вот этот смартфон 5 секунд я его еще гоняю у меня уже соли кстати пришел вот так вот успел уже на распродаже купить уже пришел но сейчас он стоил там стоить 12 900 12 900 это вообще прям цвет учитывая что можно две с половиной тысячи баллов списать сходу у меня с 24 на эксинусе он для российского рынка вообще international идет с 24 на эксинусе а если говорить про юс и юкей еще один из рынков 5 секунд я уже не помню где где еще кроме сша и великобритании они на снэпе продают в общем потом я куплю себе еще на снэпе опять же если вы будете смотреть на проезд 24 буду про него рассказывать к слову с 24 ультра который мы в перспективе будем гонять был приобретен мной на снэпе но в тот момент я не заморачивался на чем я конкретно вот главное что расскажу да как говорится лет сгоу не забываем подписываться на канал с колоколом не забываем что первую очередь это нужно вам вы видите какой маленький канал и душевные мне удобно то что все тесты здесь вам удобно что можно прийти пообщаться и заодно узнать ответы на какие свои вопросы которые у вас вполне возможно наболели давайте сейчас поздоровую 7 с хайпер алексей сергей лесной обитатель дон лакайло александр хрипунов алексей григорий альберт алекс всем привет покупать буду на snapdragon ген 3 повторяюсь если он зайдет если обзор зайдет как если говорить про этот смартфон что в нем интересного про ценник не будем говорить потому что опять же он сегодня там 7080 завтра будет как и все 500 баксов 50 максим потому что я не стример потому что стрим это приятное дополнение к моему основному каналу также как телеграм-канала и она как началось так может и закончится меня больше заботит создание обзора вот а сейчас стрим конкретно навернулся не знаю потому что вторая камера не работала ну и сначала я долго выгружал еще на sony 5 one by 15 теперь и обзор и хотел чтобы хотя бы полчаса люди посмотрели его вот если говорить про этот смартфон мало того что он мало чем отличается от с 23 так он еще и от яблоко не особо стала отличаться правда то есть у нас здесь прямые грани помимо этого разумеется металлическая рамка разумеется защита от влаги что еще здесь интересного ну я думаю вы и так все в курсе что по большому счету не хватает здесь супер быстрой зарядки потому что к сожалению или к счастью по поводу быстрой зарядки samsung вообще не трогает ничего разумеется он идет без защитный пленки пленки в стоке а купил сразу на него и чехол чехлы в основном покупаю уже много лет нилкинский если кому-то интересно хотя яблоки я ношу обычно бау гав ских бау гав ски одно яблоко второе яблоко но iphone 15 pro max на которая снимаю я вообще не ношу без всего если говорить про спеки самого смартфона разумеется здесь горелла глаз виктус и мне не удивишь никого стекло а вот полноценный да и по большому счету остальное это нам надо тестировать единственное как я нагрелся но я нагрелся сознательно я просто покупал максимально дешево а потом на с 24 на snap я уже буду покупать на 256 не забываем что версии сто двадцать восемь здесь идут с медленным типом памяти то есть не фс 3 о 4 . 0 и уфс 3.2 даже 31 на сто двадцать восемь гектар то здесь у меня медленная память я знаю что в ультре с 24 ультра на снипе и на эксинусе на эксинусе оля лучше камеры лучше сенсор основной но это не точно потому что это все на бумаге надо сравнивать по съемке он может снимать 4k 120 fps на основной модуль сейчас я всем все открою вам покажу портрет видеозапись 4k 60fps так сейчас я поближе сделаю и мы настроим и со и вам будет вообще все видно и все будет круто да так надписи чтобы были видны наоборот да вот она оптика что делают вот ультра hd 4k 60 fps улажди восьми к здесь нет если говорить про фронталку и про основной модуль то же самое они про основную воду есть 8к 30 fps вот по дополнительным штукам эксперт роу есть это тем кто любит рассказывать про то что все фотографируйте в ручном режиме для этого смартфоны по 1000 долларов и придумали ладно там сколько он 700 800 600 двойная запись мультикартер портретное видео и все по фэн-шоу если говорить про троттлинг тест я сейчас вам сразу его покажу в телегу свою личную уже закидывал но только в личную на стриме пока не показывал я не скажу что какой-то ужас о эксиноса по мне более чем адекватно все называем прожать лайк звук стихий ну давайте поближе поставлю микрофон сейчас лучше раз два три по поводу шима и всего остального сейчас будем тестировать такое колонку кстати использую соточку motion знаете что самое ужасное я использую анкер motion 100 а у меня есть ощущение что мне яблочный динамик больше нравится у смартфона я не знаю как так получается это очень плохо вот да если у вас есть проблемы сейчас тем как меня слышно то лучше проверьте слух потому что в принципе я слушал свой стрим всего хватает на всех устройствах пам-пам доброго вечера классик сергей максим и все остальные вот почему мы это все здесь у нас лтп ушный экран сейчас сразу покажу что все обновы установлены мы никуда не спешим правильно нас есть смартфон у нас есть время есть о чем поговорить помимо смартфона разумеется как всегда и давайте-ка сведения о телефоне обновление по сведения по номер сборки и все мы теперь разработчики все время забываю что тыкать горе блогер общие настройки я не буду вам сегодня рассказывать ничего про и потому что даже вырезать все эти фотографии можно сделать красиво но вообще когда тебе это надо по мне ну так себе работает я не сказал что прям супер ски дан лайка привет night all сергей фельд алекс антон лайком не забываем еще и колокольчик вдруг когда ваш смартфон будет на тесте а вас не будет вы не узнаете что-нибудь важно важно и ничего не пропустили тем более все время оставляю в записи все это дело пока у нас ничего какого-то экстра экстра плохого нету пока дурачков нету на стриме чтобы писать какие-нибудь гадости неадекватные но опять же можно потом это все дело вырезать конечно но не хочется чтобы народ страдал правильно так сейчас я выгружаю iso поменьше чтобы вам виден был затемненный текст с бесси отце это кодеки удак и вообще скромно довольно реально по кодекам все очень скромно я бы не сказал что прям волшебно любят самсунге свои только смартфоны и свои наушники и со всем остальным им не хочется дружить вообще никак так universal привет сергей алекс нил гар привет слышно хорошо samsung многие не покупают и зашима ладно лтп ошный дисплей вы видите я вижу 24 герца у нас показывает он периодически в менюхе но мы это пока опустим мы не опустим что мы идем стандартно в экран я допускаю что дисплея для разных регионов разные по поводу вот этих вот каких-то под углом чего-то не видно я это уже дичь считал но это дичь то есть мне здесь все видно и их и даже под углом и даже вот под таким углом я вижу все с экран у меня ничем не отливает в отличие вот вам покажу кстати кто не был на кто не подписан на канал когда-то я свои глупости решил купить за nubia z60 ultra я надеюсь что всем видно вот у меня nubia z60 ultra лежит уже неделю после того как я проверял ее на ip68 и влага никак из него выйти не может потому что он реально защищен по ip68 в отличие от всех смартфонов которые тестировал из него влага не не выходит только он изнутри защищен так что каждый раз когда будете экономить и покупать третий эшелон вспоминайте вот как как я вам показывал это мой мой полтинник лежит то есть чтобы вы понимали его сервис центры не взяли здесь официальный сервис центр zte сказал вы извините в этой стране у нас нет официальных сервисов вы можете пойти вот в те два сервиса в этих двух сервисах мне сказали ну у нас диагностика будет от 100 долларов но там точно все плохо как будто я без них не понял вот такой вот такая глобальная гарантия и такое p68 это просто когда мне говорят что у меня iphone 14 про я про это тоже напоминаю погиб от утопления samsung я тоже тестирую я хочу отметить что что 14 про у меня запустился через три часа после того как его вскрыли и следов воды не было потом я топил samsung zs z5 flip и да он у меня утонул но мне работают оба экрана не работают у экрана сенсор я знаю сколько его стоит заменить я знаю за сколько у меня готовы его взять этот у меня даже на алюминику брать никто не готов это вот когда мы общаемся по поводу samsung of как бы я не ругал бренда эшелона вот то что рядом валяется вот это вот мы самые умные мы купили ну покупает народ 3 эшелон хорошо я за них рад я про них рассказываю покупаю тоже радуюсь за себя я понимаю что может быть пару человек которых есть что ты которые думают что они опи 68 покупают для ip68 увидят мой обзор и не станут брать это потому что сайпи 68 много всего есть я все тестирую влагозащиту везде но игровые сервисы отключили по я что это заведела таки я не понял у меня глюкали эта яркость самсунга это яркость самсунга это стёп кто в теме они стебутся кто смотрел я не смотри не смотрел обзора я мельком посмотрел но я не помню чтобы говорили что номинальная яркость ниже это айпи с нет это не айпи с друзья все кто собирался купить samsung как я писал правильно на стриме не приходите ко мне на если вы собираетесь купить смартфон не приходите пожалуйста мне приходит только брак это что за я не про то что и ну я актер очень плохой какой и у меня просто 20 лет моей профессиональной работы и все что я хочу сказать я не использую мат на ютюбе и у меня поток ну вот знаете кто срочку может я как-то поток ненормативной лексики внутри меня да какой света не фонариком алекс у нас пока самые убогие 800 люксов показывают что за дичь без всяких повышений яркости сейчас я покажу вам что дичь это что это глюк или это прикол яблоко яблоко без повышенной яркости 15 iphone днищенский не наверное все таки с повышенной яркости подождите не может быть 14 без повышенной яркости да в топку ладно адаптивная яркость максималка адаптивная яркость максималку самсунга почему почему мне не написали кто смотрел обзоры что за дичь какая глюк какой к черту глюк вы простите подождите как как-то блин где глюк вот смотрите прибор работает это iphone он так и должен 1400 показывать это samsung 640 евген я не тестирую сейчас ультра давайте не будем ничего вспоминать что не относится к обзору ультра у меня есть вот после того как я сделаю обзор на samsung хорошо это не ультра еще раз на название посмотрите samsung galaxy s 24 89 по моему или 7 минут где-то за 79 я брал за 87 тогда сейчас дешевле окей все успокаиваемся у меня опять брак у всех все хорошо я просто пересмотрю обзоры максимальная яркость все огонь 1700 точнее пиковая так стоп на темно ушел пиковая огниво 1900 1800 пиковая огниво перезапустить я перезапущу но это типа норм а телефон глюкнул 600 люксов серьезно иван я перезагружу так сам даже если он глюкнул это за дичь ну держит норм греется черт с ним но держит мне больше не надо я вообще минуту от отсчитываю и все норму давайте минуту подождем я перезагружу сколько продавцов пришло друзья только продавцов максим как понять не может быть если я вам сейчас в онлайне покажу вот давайте все кто не верит стриму уйдут из стрима вот серьезно ну как бы вы очумели я для того чтобы люди в онлайне видели что я тестирую о все он сказал до свидания насколько его хватило яркости на минуту еще раз перезапущу сейчас я перезапущу для все для всех верден но и вы понимаете сколько продавцов приходит меня посмотреть то есть если вы думаете что тех на блогеров много я вам скажу что нас всего человек 15 смотрит реальный человек 10 доверяют максимум 5 александр рыков нет так плохо никогда ничего не работает 600 люксов я не видел нигде посмотрите все мои обзоры все мои стрима а вот сейчас тоже глюк что он сбросил через минуту яркость да я правильно понимаю давайте тоже закупился самсунгами кому надо их срочно продать мне кажется что если бы я сейчас где-то находился рядом с продавцами они бы скоопировались и устранили евген да у меня exynos и проблема в том что exynos как раз в россии продается вы же в курсе да что для рынка россии для других рынков кроме сша канада еще одной страны все на exynos я куплю на снэпе и я всегда рад когда samsung не лажает я теперь точно куплю на снэпе потому что то что с экраном сейчас творится какая-то дичь лютейшая а dark я же говорю кому не нравится но я понимаю продавцы приходят и такие так надо как-то потом чтобы покупатели когда придут и скажут вот смотрели у этого дурачка стрим сказать ему ну вот там помешательстве был не туда тыкнул я понимаю что продавцов очень много но без продавцов вот мы с вами благополучно обновленный смартфон с максимальной яркостью выставляем и кладем сюда у меня вопрос это кто-нибудь видел в обзорах мне кажется просто нет нет да наверное на это ну наверное только у меня брак правильно же как всегда ну михаил какой почему 120 samsung s24 стоит восьмидесятник пам парам пам пам да это максимальная так слову адаптивная яркость на максимуме можно кстати повышенную включить в повышенная будет 1000 люксов но что-то мне подсказывает что она долго держаться не будет но мы подождем еще раз у меня нет смысла хейтить самсунге они у меня всегда в топе то есть если вы посмотрите все мои топы на канале их не бывает без самсунгов их не бывает без самсунгов просто на повышенной яркости долго этот смарт не проживет он будет есть как не в себя но кей подождем нубе не было 600 люксов нубе не было 600 люксов номинале она сбрасывала яркость на по моему не через минуту не ну на 29 вообще топ ну ультра 120 она так и стоила когда-то с 23 ультра за 100 за 160 брал и и радовался что мне так повезло что я купил так он принципе держит держит давайте я уберу по а не но я не хочу на 566 гонять его на в пабге гоняем он на пяти с половиной сотнях люксов пабге или на повышенные все-таки но мне кажется на повышенную максимальную ушатается ставьте плюсики если на повышенной нет не факт что он сбросит 1000 1100 через минуту но 600 он сбрасывает я не пытаюсь найти причины давайте не буду искать причины можно можно это будет делать производители тех кто их пиарит и продавцы и все остальные то есть искать причины и оправдания для самса это не ко мне окей давайте договоримся это негативный канал на который стоит приходить только если вы заряжены на найти недостатки в устройстве попытаться их реалит ну то есть я пытаюсь сделать так чтобы их не было сейчас я сижу кстати в морозилке жалко у меня шумодав работает я уже замерз надо выключить конечно я плюс 16 просто конечно он работает 5 секунд 16 градусов не надо искать сергей фельд не надо приходить чтобы искать недостатки не на нет не не надо приходить на мой канал потому что достоинство он рекламный проспект откройте или я называл минимум обзоров 10 на которые можно прийти вам будут рассказывать про и половина ролика стандартно ну стандартно про и потом фотографии которые для вас будут совсем другие на своих устройствах ну и все и итог самсунге супер классные телефоны если вы заряжены покупать из 24 вообще абсолютно не важно что я расскажу или еще кто-то нормальный смарт он плохим не будет он принципе плохим не будет убирают шин но при этом ставят а мы еще шим не проверили а давайте мы не будем заблаговременно что-то решать понеслась шин который убрали шин которого нет это на ста процентах ну второй вариант можно будет сказать на меня шим не влияет и вообще 18 процентов это не шим но это шим и это на 100 процентах яркости 80 18 620 21 ну не сотка то есть уже можно хвалить 23 этом можете засчитать сказанным у и сцену при этом самое интересное даже по официальным данным тех же продавцов смартфонов каждый 10 страдает от шима то есть считайте можно умножать на 2 и каждый 5 при повышенном шим 20 ник так это есть повышенный а нет это не повышенная яркость вот повышенную также 19 18 20 16 7 даже ниже 17 2 может комфорт глаз включить и там будет лучше включаешь комфорт глаз и он еще больше не вот норм ну в каких-то моментах лучше шим ну не 100 ладно не будем на грустным прошим вопрос от полу всех какой там просто в моем мозгу шим хорош если он не выше 20 процентов он не хорош он нормальный хороший до 10 по сравнению sony до нормальных комплектация но я защитный экран сразу по приклеил если что точнее стекло я наклеил стекло вот с google проц немного запоздалый гугла tensor это просто жалко и подобные не не знаю по-другому как сказать поплав мне не нравится очень вот но опять же если не играть то норм как это говорят в это тоже играть не стоит но мы с вами будем играть опять же чуть позже давайте чуть-чуть еще расскажу вам про смартфон совсем чуть-чуть первое ну как мы уже поняли что герцовка у нас максимум 120 лтп ол но я почему-то здесь не увидел 1 герц 5 секунд не вижу а кстати я щас покажу еще систему на систему была у sony 30 к 30 гигабайт так почему все время прогружаю падает на 124 но это норм все не критично 3d марки по моему не гонял еще до 3d марки не гонял и antutu только гоняло напоминаю что у меня версия медленная на 128 гигабайт то есть сторож тест как в двадцать первый год вернулись до стресс тест на rock phone 8 мы еще погоняем его в твиче он не отвечая здесь rock phone 8 а потом уже будем делать обзор хорошо я жду когда поковка его выгрузит что его там прям горит по поводу того что как к откуда такая несправедливость с этими обзорами почему хейтит asus и хотя днище это red magic по тестам по тестам великолепные смартфоны особенно для продажи можете увелся спросить если к нему пришли с рекламой китайские производители третьего эшелона значит все у него хорошо и у них хорошо и по доходам в первую очередь если говорить про все остальное в принципе все так что там с железом внутри знают еще раз память здесь медленная когда у тебя 128 гектар если у тебя 256 внутренняя память то она норм вот он ужасный мой процессор exynos система вроде бы поддержка семь лет безопасности правильно нет сергея он выгрузил только распаковку да конечно батарея вообще ультра маленькая гикбенча по моему тоже не гонял могу кстати antutu несколько раз прогнать прогнать заодно погуляю по вашим вопросам плюсик прогнать или нет два раза допустим как мы любим повторить а кстати они на 23 7 лет тоже делают или только на 24 не знаю это спросить надо у самса точно не у меня давай да можно хотя бы два раза посмотреть что он сможет принципе нам же интересно пять секунд я сейчас открою как раз ваши вопросы чтобы у меня прям перед лицом были ухты ёшки дукат повторяю что основная наша миссия не захотите девайса во-первых встретиться пообщаться а во-вторых посмотреть как то или иное устройство будет работать в максимально стандартных условиях и все играет все-таки стандартные условия по поводу съемки я повторяюсь я sony 1 виг гонял час с лишним и он съел 24 процента и он сейчас 15 мне снимал и не отключал экран не отключал экран это прям нереально круто конечно лучше samsung s24 ты его продаж и купишь 2 на у девятых еще останется самса без чехла и еще и ему помогает то что он благополучным образом находится у нас на металлической подложке сам покажу до какой степени ему комфортно то есть вот эта вот штука она помогает все равно отводить тепло она греется сама прохладненькая зачем мне его в чехле гонять big сама так это же удобно и тебе и мне я всем только очень рад только рад чем больше людей приходит главное помнить что у нас два основных завета нет обсуждения религии и политики ну туда же в политику можно историю еще какие-то штуки мы обсуждаем железки упоминаем блогеров от миллиона легко с и mosfet можно купить в бюджете плюс-минус 10000 конечно да и на греб мы тоже проверим окей и вантуту тоже насчет не готов к xiaomi так ну и не надо евгений ты стебешь покупать смартфон который дает 120 герц чтобы использовать его в 60 герцах потому что меньше шим а еще какие продающие штуки я должен здесь делать ставить его в чехол со стразами рассказывать какой он красивый но серьезно то есть я бы samsung продал купила и кунео какой-то можно продать samsung да и продай и купить 2 и кунео девятых смотрите обзора с моим с малым вы понимаете вот эта фраза с малым шимом проблема в том что если вы чувствительны к шиму вы чувствительны к шиму ну меньше у вас будут глаза уставать но они будут уставать мы не хотим мы факты руки даем андрей сиренко привет рад что дошел по мере в 60 герцах если вы посидите напомните я проверю и посмотрю рок-8 global не рок 8 очень понравился нет алексей колесников я ничего не продаю единственное могу советовать какие-то площадки какие-то не советовать по чистому ему мнению этому и все то сейчас периодически уже блогеров закидали хейтом они начали просто не выкладывать почему мегамаркет может нагреть также как меня нагревали ты там записывай не записывай видео и вообще плевать они говорят иди в суд но говорю это все таки больше всего блогерам кто платит прямые озон щеки мегамаркет у них прям вообще очуменная партнерка но я говорю меня мегамаркет кидал как физика все у меня нет на них вообще ни одной ссылки не промо кода ничего потому что ну как бы у меня ассоциативные ряды мне даже кстати а я соли мне кирпич приходил но мне всегда деньги возвращали как физику что вы знали у меня два аккаунта на али 1 забанен и несмотря на то что там есть пометка что блогер за что я люблю китайских представителей вообще не важно кто ты что ты как-то они будут тебе кивать и говорит да да мы рады что вы у нас покупаете что вы там у нас продвигали меня как был заблочен аккаунт у меня там уже семь с половиной 7 700 баллов михаил кутепов привет штит ну это опять же у кого какие критерии это же хорошо меня тоже был найку 12 на 12 про но из этого всего семейства я бы взял айку на 9 самый оптимальный вариант все остальное это перебор бесполезный ну что самое оптимальное с точки зрения финансов вариантами новым пам-пам пока тебя не кинут все площадки хорошая говоря просто где-то нагревался вяжешь покупаю все это дело и дай чем-то пользуюсь на прям так заряженная заряжена то что потерять прям то себя все время подсчитываю стоит не стоят какие-то специфические вещи на авито покупаю допустим по моему соньку а на авито брал ну так хорошо в ордер да мир ну проводите там много мест где можно работать где угодно где вы будете заполярье работать вы везде будете зарабатывать много после того как наберете все северное но это много будет уходить на вашу жизнь то есть там где утрирован а клубника 1000 рублей килограмм была я щас наверно тысячи две или молоко абсолютно как вода и потом на зубы раскошелитесь это факт все что за полярным кругом люди которые там живут у меня к ним глубокое уважение потому что сначала семь лет прожил мурманской области потом 12 лет на римаре вот то есть 19 лет жизни за полярным кругом я провел и потом еще два года в мирном и люди которые там живут у них просто полиметаллическое здоровье и я считаю что одна полярная ночь чего что стоит когда ты практически не видишь солнце полгода в году а летом она вообще не садится ну это кажется что это просто год просто два до через пять уже нет через десять уже всем нет кто бы вам что ни говорил надеюсь айкью не будет блочиться ну пока прецедентов что байку блочились нет вообще редко на обзоры попадают планшеты как понять попадают я планшеты все покупаю какие не покупал и помощи все может быть года два назад мне какой-нибудь там ipad 5 или не по-моему нет все покупал из планшетов я даже я лда куба 2 когда-то купил когда один стоил 5 2 7 и вот у меня есть 2 лда клюб который помог без симки еще huawei они оверпрайснутые самсунге оверпрайснутые то есть всего ходовое покупаю и рассказываю может леново по второму кругу обозревала который без обновлений но почему бы нет что опасно да нет ну перестаньте вы а папа индекс 6 про но очень сильно вряд ли учитывая что у них глобальная гарантия даже на и для x7 ультра они бы не до дни не давали глобальную гарантию смартфону у которого в перспективе у них будет глобалкой они китайские версии будут блочить лайку есть глобалки но они совсем не то что в китае так у них и ценник не не то что в китае и не в не весь модельный ряд вот мучаюсь хочу вы хочу выбрать первый флагман надолго не могу определиться по find x6 про айпу 12 про или а папа индекс им ультра но вы морально готова до каким-то вещам из разряда android auto в отсутствии с уведомлениями на ауди проблема да или или нет рок лэй будет обзор алексей никифоров проблема в том что если я зароюсь в игровые устройства мне из них будет тяжело выползать это раз а два чтобы обозревать такое нужно в них реально сидеть меня плойка стоит я в нее не захожу мне времени нет меня там я покупал что тогда эти я покупаю периодически всякие игровые приставки я не понимаю вы них приколы либо комп либо ноутбук либо телефон а вот эта вот штука ну я не понимаю ну вот может быть я бы я просто не понимаю сергей нечего делать топ потому что компакты какие zin phone 11 сейчас выйдет все denis rnk привет привет на так насколько хватит насколько хватит без лагов пока f1 у меня не было пока f1 у меня был пока x3 я начал делать обзора с него но не с него конкретно мне было 400 смартов но 400 уже наверно три обзора на смартфоны на канале если бы да кабы да он лайкала как ты все туда запихаешь а батарею и оптику и процессоры компакт это вообще отдельный вид готов к мелким проблемам по типам android авто и уведомления лучше брать сразу ультру какой-нибудь x7 ультра взять и все да но вообще с китайцев если вы хотите начать я повторяю что он не обязательно с флагмана возьмите айку на у 9 самый оптимальный вариант по цене качеству и вы поймете нужен вам флагман или нет я бы хотел обзор на нубе на опять же хороший юмор lenovo xiaoxin под про хорошо я говорю я собираюсь ленову купить еще может быть даже старая zenfone 9 было же все 10 был и сейчас будет 11 компактов очень мало повторяюсь до мир на на 8 после обновления все нормально с уведомлениями а до этого было игре вот эта вот штука про нормальная и вопрос что вам надо то есть если у людей есть специфические потребности по поводу об оповещал окна аоде а такие люди тоже есть и китайщину вы все оттуда не вылить не вытащите никак и где-то будет перевод и где-то будет не знаю игровой центр у тебя наполовину на китайском наполовину на английском да а кого-то это будет бесить стербан кто бы как не 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 шутил насчет zenfone в сазу сами как бы сказать они делают устройство аналогов которых на рынке нет есть китайское подобие левой руки которая пиарит ну все 1500 один миллион пятьсот тысяч пока у нас температура норм сорок один и пять и 42 и 342 и 7 да ну ладно повторяем exynos я не претендую мне не нравится exynos друзья ну вот что купил то купил давайте я не буду оправдываться потому что на нашем рынке по идее их и продают на zenfone 9 был на фронталке и 4k тоже на zenfone 10 убрали 4k хорошо но иногда 1080p допустим как на сяоми на последних 1080p 60fps качество и правда классного вот что будет по твоим прогнозам лучше для игр по скромным деньгам что-нибудь на snapdragon 2 я говорю айку на у 9 смотрите вот уже чего только я не перетестировал вы сами себе подбирайте игровой планшет от ну без это я будет 99 процентов нет его потом не продам понимаете просто как бы мертворожденные девайсы покупать вы спросите у меня ну вот gt10 gt10 про я еще продала infinix 030 вот здесь люди видят и они такие ты кукукнуты это же мертворожденный девайс ну то есть как бы он крякнется в азии не покупаются ты я но они считают это мусором потому что они уже хапанули его и больше не покупают как бы здесь ты ты не ты можешь здесь sony продать но 3 эшелон они здесь брать не будут но gt10 про был прикольным потому что цветастые дети на него ведутся и я уже рассказывал что перекуп несколько раз свой продавала еще мой взял он его тоже продает периодически но вроде один из них точно крякнулся по моему тот который он продал а мой все еще в час куплен к чему это все к тому что скупой платит дважды и с нам сам самсунг это какой-то друзья пользуйтесь поисками хо хо я как этот птицеговорон отличается любому сообразительностью на эксинусе самс александр я могу сказать что я настолько уникальная личность что плане допустим того же айпада я купил айпад р и не сделал на него обзор я купил есть вот это вот второй сейчас уже следующий ген 3 ген 4 выйдет и не сделал на него обзора купил 14 плюс и не сделал на него обзор и на меня еще наезжают ты яблоки пропихиваешь я их покупаю их юзную но не на них не рассказываю о них чтобы на меня не прибежала там тусовка чуваков которые будут рассказывать что я пытаюсь их пиарить нет плоский экран плоские грани хорошо очень нравится по эргономике но не по оболочке если что-то подобное плане эргономики до лайкла есть такая штука каждое свое болото хвалит вот будь то бюджетник или флагман или еще что то все равно будет человек который пришел к выводу что именно это устройство ему необходимо он будет говорить что она лучше но обычно это не дальновидные люди допустим я повторяю что я пользуюсь айфоном 15 pro max только потому что мне нужна его камера и я бы вообще пользовался айфоном 15 pros оптика уже вот если бюджет не важен просто кайфануть павел а вот дальше уже идет веселуха то есть если ты хочешь по заморачиваться с чем-то интересным можешь сонику взять вот я сегодня выгрузил прям прикольный девайс прикольный чисто прикольный он в каких-то моментах такой тупой но прикольный если кайфануть прямо капитально купе с 24 ультра себе мне кажется что тебе подает подал понравится джавара очень приятно тебя видеть привет дан лайкла а с чего в китайском smart если у вас китайская машина до глобалки да там есть android auto но я так подозреваю что там не подозреваю там не все машины поддерживаются по факту еще ничего что по факту еще ничего у нас не миссия захейтить устройство повторяюсь у нас очень миссия собраться и пообщаться потому что комьюнити которая интересуется железками в двадцать четвертом году как в двадцать третьем и двадцать втором и двадцать первом лично для меня на вес золота люди не ругаются ругаются из-за каких-то мелочей относительно за которых никто не накажет вот и давайте так и оставлять этот чат спасибо всем кто пришел иногда мы полезно уходим от реальности в хорошем смысле и не уходим это реальность кто-то продает эти вещи кто-то кому-то советуют я все время вспоминаю как где-то лет на на 7 назад я сидел в отделе и напротив меня сидел лёха офицера который купил первым у нас или восемь лет назад ван класс по моему 3 и сидел и такой а я пикселей почти не вижу ему на него как на дурака смотрели такие чувак и что но правда там другие интересы были компьютера вот в телефонах когда говорят что нет изменений никаких я купил ради прикола мы двадцатый huawei вский который выбивает 200 тысяч баллов в antutu но это вообще небо и зим то есть на 10 лет смартфоны поменялись на миллиону просто нереально они заменят почти все и опять же это все микроэлектроника это пихает вот опять же vr этот весь мне кстати кажется яблоки будут очень долго улучшать эту тему очень долго они будут высасывать и отбивать все деньги со своего первого устройства потом со второго и третьего артем очень много народа собралось приходите в телегу взаимопомощи очень много очень много это когда у нас на стриме 1300 на основном канале или 1800 если кому-то хочется заморочиться берешь телефон где можно разблокировать загрузчик ставишь вообще никто а ты можешь предположить что они не кайфуют everybody lies то есть люди то могут привирать не забываем про жать лайк все кто пришел не забываем подписываться на канал с колоколом и обязательно подписываемся на телегу скидок взаимопомощи ему лично телеграм-канал там всегда много полезного ван класс 3 3d с алюминиевой задней крышкой а как-то про 7 то просто камерой которая выползала вообще волшебная штука на салазочках то был вау прям вау но ждем iphone 17 про зарядка 25 30 ватт нет я думаю тогда уже будет 50 ватт имеет ли смысл ждать iphone 16 про можете 17 про 18 про 19 про ждать а потом 20 21 22 23 115 тоже добрый вечер как будем жарить новые redmi очень интересует redmi note 13 про плюс он кстати у меня тоже уже на руках у меня 13 13 про и 13 про плюс давайте послезавтра redmi note 13 и тогда пожарим тем более в час за 12 900 продает 12 900 еще можно и баллы использовать он выходит в десять с половиной тысяч на лихе а все его шапками закидывали м6 про от пока вот норм они м6 про достаточно продали и после этого таки а ну что теперь получше камера будем продавать еще дешевле народу к и все но вы поняли сергей да вопреки уже чему и несмотря ни на что уже 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 фирменные фразы меняются понимаете живем в определенного рода сюрре уже очень долго все в своем все в разном кто-то живет не в сюрре это хорошо вот уже не вопреки уже благодаря в каких-то моментах ему и благодаря кто-то разбирается на это сутки тратят и не отходя от касса кто-то не разбирается но андер вольта повышение герцовки правда дает прирост стабильности температура но я вам скажу так то есть вы хотите сказать ну опять же вы предполагаете что какой-то физик разбирается в смартфоне лучше чем его разработчики с программистами до компах и ноутах еще до в телефонах окей останьтесь при своем мнении пусть каждый останется при своем ладно они вот не хотят чтобы людям было использование девайса лучше григорий привет red fox привет обзор на с 24 плюс смотрите он особо с 24 ты не отличается он будет у меня но я не спешу то есть и не спешу не потому что знаете такой вот мне это неважно у меня делал у меня особенности а не могу из 24 взять я его покупаю покупаю там где дешевле когда придет тогда это как с пока вот купил как придет так и придет то есть если бы я купил его и чтоб он пришел быстрее это было бы дешевле я бы так и сделал я не буду выделываться конечно хотелось пораньше но раньше не получится все опять же когда у меня уже после всех из 24 с 24 ультра на руках ну вот так же не спеша я буду делать на них обзора стримы прожарки как сейчас обзор одним кадром зато может какая-нибудь обнову выйдет и все станет лучше пока это не особо вижу но я думаю вы тоже есть два про сижу на стоке и радуюсь единственное что экран с гранями закругленными все таки имеет такое кажется будто меньше чем с плоским мне говорю мне нравятся плоские грани кому-то нравятся закруглениями плюс версии сделали 2к экран ну круто и батарея побольше и экран побольше алексей я не жду вам пласт 12 глобалку что китайскую версию прогнал и по моему опыту те же так только в профиль по обозревать по обозреваем но говорит что там что-то будет фантасмагорично феерично и нереально это и так хороший смарт хорошо если вы не блокировали бы китайский будущее все-таки за вяру устройствами лет через десять до если они сознательные это дело не зарежут каким-то образом потому что опять же здесь может быть ограничение стран ну так как люди ходят сейчас это дело начнут копировать яблочное прям усиленно все начнется кишек китайские дешманы вполне возможно что просто запретят ходить со шлемами на улице использовать в публичных местах это будет логично и это будет много где и это притормозит прям конкретную иван я иногда зарабатываю на перепродажу но допустим даже брать ван класс из 3 который ругался я купил его за 390 баксов 95 долларов мне вернули но считайте чистыми 300 долларов за то что он был заблокирован 30 потратил на разблокировку 330 долларов за 400 долларов я его продал вот бывают кейсы как допустим sony 5 я купил его за 86 продал за 76 то есть это минус 10 пока все дешевле значительно потому что я их брал не не задевает на я брал по высокому прайсу и продавал по высокому прайсу на infinix заработал на gt10 про там полу пятерку пятерка заработал если говорить про какие-нибудь какие у меня очень много телефонов которые там не знаю дарю разбиваю теряю там мы с 21 про я потерял за 60 ультра утопил samsung z5 flip до сих пор валяется его надо отремонтировать gopro 1 100 обидно сделал утопил ее обзор не сделал да евген здесь будет зависеть от маркетинга если они увидят что как с мини смартфонами все будет плохо вы прикиньте какие там вливание денежные нужны но и это не особо комфортно устройство как бы вам что не пиарили понимаете понятно что их сейчас будут со всех щелей вас убеждать что все нереально круто миллион двести теперь 2 прогоны 3 эти 1 заметьте был полтора не сгорит он у нас нет у меня у нас чуть-чуть попасть ему прям комфортно должно быть 42 43 но не критично ладно учтись покупать на али площадка с европейским уровнем в каком-то смысле с safety то есть я говорю как объясняя почему был прикол что блогера допустим в прошлом году никто не пиарили али они не платили то есть ввиду санкции по моему прошлый год они не платили ничего там даже две сотые процента а лишь к нормальная платформа если и заморочиться и закупаться да надо сидеть ловить скидки но они прям норм если братью дома то как вариант можно рассматривать авито почему нет все остальное это на тоненького и опять же чего вы хотите вы хотите сказать мне что потом прийти ко мне и если у вас появятся проблемы я знаю куда я вас пошлю если у вас будут проблемы на алихе я не пошлю вас куда-то я вам скажу писать в поддержку а потом послать мне скрины знаете сколько раз была такая тему что мне писали в телеге мне на алине возвращаются такой-то smart я начинаю говорю скрины присылайте они начинают присылать я пишу как бы такого номера не существует я уже пишу поддержку через знакомых и они удаляют знаете как чаще всего происходят люди закупаются бы хоть раз не щас был кейс я на озон глобала знакомому пытался вернуть телефон если кто-то пытался на озон глобал вернуть мобильник я думаю вы поймете о чем я говорю и поймете но вот эти люди понимают почему так низко ты такой низкий ценник вот и там кейсы про мегамаркет и всякие подобные на яме тоже может быть кидалова но ям вот она поддержка у нее 24 на 7 и там тоже можно рассматривать глобальный магазин у них оверпрайс джум и всякие заметьте у меня на джум был за шесть лет блогинга два поста я написал что попытался купить оба этих девайса мне пришло через там четыре месяца когда уже было не актуально и везде они были дешевле все хорошо что мне пришли но они тоже много платили если там с ними было дружить а ли везде отвечают норм на них хотя бы можно дописаться вот привет из великого новгорода и вам тоже так что вы выбираете сами где можете у соседа дяди вася просто как многие там писали самый низкий простом то там то ну скиньте мне где был еще какой момент времени 17 900 пока их 6 на алихе сегодня он был 17 18 917 900 пока не дают ревки чтобы вы понимали то есть на алики на с алихе пока не платит никому ничего вообще это еще отметьте что я сам покупал смартфоны пока и если они всем блогерам послали мне типа послали бы я не дошел а я все равно за него топлю карма почему потому что пока норм за адекватный ценник samsung за адекватный ценник тоже норм вообще все норм и я не пытаюсь я же повторяю что не пытаюсь ни каким образом кого-то к чему-то склонить у каждого девайс свой покупатель но топ-20 самых продаваемых смартфонов я думаю вы можете легко загуглить во всем мире и самое ужасное что там будут только представители этого бренда и яблоко тот самый кого-то мне кидали особенно на глобал ну вообще любая покупка да она необходим мозг опять же если вы настолько богата чтобы не включать мозг как хорошо если вы настолько богата чтобы покупать в местном ритейле тоже хорошо но опять же вы же не купите 10 смартфонов себе или 50 наушников или 50 часов лучше сначала подобрать по обзорам что вам подходит а потом уже идти покупать а дарк да а дарк я вам больше скажу алиха вообще попросила конкретно может быть поэтому очень часто ценники намного девайсов в каких-то моментах ниже то что они рынок то потеряли с кем они ассоциировали вспоминаем на кого они я по поводу этого даже когда они вливали деньги в этих людей писал ну то есть на этом кто-то заработал ту лярды вот а люди потом уехали все и ассоциативные ряды с алиха это люди которые потом в рекламе участвовать у них не могут вообще ни в какой форме как это получилось ну это было сознательно сделано топили платформу по то чтобы опять же все кто топили и ушли потом в параллельная платформа retail и готовили себе место то есть топили одну платформу чтобы уйти в другую которая просила ее топить алиху алиха была такая между между китаем и россии вроде бы и никому не понятно принадлежит российскому сегменту но все равно сейчас более-менее разобрались 9 рт это устаревший девайс морально и я бы не советовал приобретать вам девайс даже новый настолько устаревший лучше купите себе x6 pro пока шикс еще раз вы не путайте озона озон глобал это две разные конторы 2 2 разные системы по возврату средств абсолютно вот и решать вам нет шикс это спрашивают у меня моего мнения где приобретайте где бы я советовал где бы не советовал где я сам покупаю а покупая как вы видите по обзорам более чем достаточно кого компактный смартфон выбрать учитывая то что я не играю в игры мне нужно просто максимальная стабильность во всем камера автономность оболочка вы нигде не найдете максимальную стабильность во всем вообще даже в айфонах формулировка вопроса компактный только здесь дзенфон реально компактный с 24 с 24 и более пиксель 8 больше поэтому вам нечего выбирать оверопрайс о по find entry и вообще про раскладушки больше не буду делать обзором ближайшее время это точно я хотел ван класс ван купить а потом перекуп у меня купил его за получается 100000 рублей 107 и он у него до сих пор лежит и объявление вижу их космос как бы ты раскладушку даже ван классовскую не пиарил если она за гранью покупательной способности ну ты выберешь iphone 15 pro max или ван класс ван раскладушку которую это потом не продаж iphone или с 24 ультра или раскладушку от ван класса специфические вещи и не на хайпе они до желтый гуглите я не поддержка я еще раз повторяюсь когда вы столкнетесь когда-нибудь на с возвратом на этой платформе ко мне не приходите я те буду ничего с я только улыбнусь вот так и все нафиг на прожарку рассматривать когда новый будет тогда да пока нет герсанов я могу вам назвать себе основных и у него смартфонов и гиги сколько он их также меняет как и я неделю хожу с этим с этим месяц этим три месяца с этим и ты такой считаешь там у человека вышло я ходил три месяца там семью об семью телефонами у меня в сумке максимум 5 помещается 6 это предел то есть когда ты тащишь в сумке 6 смартфонов но это кило 300 я уже прям потому что там еще бумажник и счет его основной смартфон на которые ты снимаешь при всем желании ты не будешь использовать телефон три месяца когда-то параллельно с ним еще 50 телефонов прогонял вот так можно также сказать но вайпер угарный чувак уже приходил нам на стрим здесь хорошо айку 12 нор почему хочу напоминают еще раз повторяюсь все равно из всех айку шик про которые я про все делаю обзоры купил я для себя или нет я бы выбрал айку не о 9 потому что он по цене качеству лучше айку 12 имеет еще сомнительный дизайн вот ждите месяц у него новый появится не беспокойтесь 2 миллионных канала у чувака и могут вертолет просто организовать и кушками хорошем смысле вайпер вообще огонь и когда он приходил и идеальный контент для того чтобы порадовать себя всегда он кстати стримы стал делать я вот видел на прошлой неделе не об этом в ленте было пока не понял где на каком канале и сохранил он или нет с 23 в абсолютных размеров разве не одинаковые размера ну погуглите погуглите пожалуйста каких абсолютных извините сейчас секунду меня почему-то по ощущениям добыла что asus меньше хотя на фотках выглядит как будто одинаковые у меня будет с 24 считать и азут фон дисплей 5 секунд не прям поставили как-то называется ступор интересуют габариты но смотрите у зен фона 5 и 9 экран у этого 61 дюйма и это не вот так это так высота одинаковая ширина меньше у зен фона толщина больше вес больше значит с 23 тоже на ген 2 так интересно до рамки больше прикиньте а визуально кажется потому что я все время вижу вен фон у перекупа он у него лежит стабильный он какой-то покупает обычно красненькие когда лучше с 23 брать но что у них с автономностью уже в двадцать третьем было норму евгена я по настроение их делаю вы предлагаете мне делать их не по настроению когда у меня про жарки когда есть настрой тогда есть это же хорошо нужно говорить когда есть о чем говорить когда не о чем говорить лучше молчать хотя с другой стороны любой ютьюбер должен быть каких-то моментах с комаров хам и во всяком случае не напрягать надеюсь я вас один подвигаю я стараюсь не напрягать что мы имеем мы имеем довольно неплохую стабильность в один миллион на 200 тысяч баллов и мы сейчас будем гонять данный смартфон но только после того как он чуть-чуть остынет хорошо потому что пока он не остынет я его гонять не буду иначе это будет нечестно правильно по поводу яркости давайте мне кажется что он вообще не сбросил даже после такого потому что у нас она была не максимально и шим у нас спрашивали до проверить спрашивали шин проверить как стать и качество стрима пока огонь или мне надо что-то еще менять не яркость конечно не в красную армию но ничего и это мы тоже переживем 30 60 люксов нормально в темноте пойдет молчание ягнят детям не смотреть этот фильм потом будет сниться какая-то белиберда некоторые утра считают вообще любая жить вредно использовать телефон вредно зарядка вредная я не без сарказма говорю алексей спасибо стендерка не забываем про жать лайк всем огромное спасибо что пришли фокус скачет только когда я прыгаю так то фокус не скачет или скачет если они прыгают не встаю никуда фокус не скачет ну это плата за фикс объектив давайте прямо скажем 100 картинка кажется киношный чуть-чуть понятно что потом я хочу купить sony альфа прикиньте до такой степени оборзеть чтобы стремить на 2 sony альфа а 7s 3 еще и с оптикой сейчас у меня sony zv 10 я 21 с фиксой задов ска один с китовым объективом вот здесь ну все он почти вернул себе себя но еще не вернул все вернул 71 процент это значит за три прогона меньше даже чем 30 процентов он съел а чё про яркость нигде такого даже вслух никто не произнес не понял ты про кого про меня я так я то чего я ничего вот она максимальная яркость без пиковые на группе кого он греется повышенный но мы все равно будем гонять в повышенной и посмотрим как быстро данный смартфон так у меня просил человек в герцовке в 60 герц по меня примерить оценить шин может и правда будет меньше да этот человек не ушел еще распинаюсь для себя до 20 меньше кстати 20 процентов короче всем чувствительно к шиму не смотрите этот стрим выключать его быстрее 60 герц не панацея вообще никак третий раз пишу и и чего вот вместо того чтобы меня умиляют люди которые пишут третий раз пишу почему не ответил я прочитал ваш комментарий друг я прочитал ваш коммент но вы написали какую-то билиберду сейчас вместо того чтобы получить вопрос ответ на свой вопрос уникальные люди так понеслась дисплей плавность движений авто адаптивная так статья герцовку мне не надо выставлять на игры не вроде нет чувствительность повышенную поставим повышение яркости ставим и запоминаем 1100 люксов ну дай вот если 300 я знаете как уже до такой степени дошел дошло мое сознание что сейчас почему-то откуда эти оповещения вообще включить обновления отключить сейчас пять секунд все все отключу и не устоит все он линию стоит приложение не заблокировано чего какое какое вам надо заблокировать приложение я была по тестим хорошо окей так меняем сцену ей ей мы не ищем легких путей так вроде бы вроде бы все норм можно поближе сделать чуть-чуть экран но сейчас я и со выставлю чтобы всем было комфортно и запоминаем 70 что-то 22 процента он съел быстрее чем я ожидал я не претендую что это смартфон игровой 70 процентов 70 и секундомер понеслась не забываем про жать лайк все кто пришли это очень помогает идеи потому что каналом или проектом это сложно назвать что у меня есть это девайса что у меня есть для вас это опыт и время возможно ваш опыт будет полезнее чем мой поэтому я вас сюда тоже зову так ну все показываю настройки максимал очки разумеется напоминаю smart exynos 2400 так скорее шутка с долей правды лукас прожал спасибо не выжу смайла вы серьезно тентинами 14 ультра ждем а куда я денусь когда разденусь я уже так не понял и не нажал старт я даже купил magic 6 magic 6 pro honor то есть мне сейчас надо 3 xiaomi 2 samsung победить 3 xiaomi 2 samsung вот и потом может быть яблоки если что-то новое выйдет подбор мрача он тоже кстати идет в теперь почему потому что экран то работает не интересен кислород на большом экране я прован пласт на gsm арене я его не вижу ты имеешь ввиду one class one я уже рассказывал что слишком дорого я потом не продам ну то есть как бы зависал сколько заплатить за обзор сотку и зависнуть с ним такое себя температуру можно периодически измерять мы еще не начали чтобы ее измерять конечно мы будем измерять все и шим и температуру и будем смотреть как быстро это дело будет разряжаться кстати могу себе по комфортнее под поставить подождите к почему почему мне не сделать себе комфортнее правильно тем более камера двигается уже не начали человек уже можно температуру измерять конечно можно нужно что это за почему так долго это карма стрима я правильно понимаю что я специалист который раздает советы и делает обзора star band нет никакой специалист перестаньте если вы не знаете мой канал вам на стриме делать нечего вот обычно мой канал знают после того как покупают что то что я не рекомендовал после уже приходит но это основная масса подписчиков получается мне именно так медленно но верно так ну что пока мы видим 90 фпс напоминаю что я включил touch более нежный и правильно сделал биг сама на стриме ну так мы только начали стримить друзья еще люди должны привыкнуть что и плюс девайс интересно единственная да я сделал глупость что не рассказал про него заранее про стрим вот но ничего критичного в этом я считаю нет правильно все равно собрались ван класс убийцы покупательные способности ну да да есть такое так вот так грамотно сделаю чтобы читать комменты х а ухты ёшки что думаешь про мобильный гейминг я думаю что мобильный гейминг реально только на яблоки и но потому что ассасин когда выйдет это все даже пусть урезанная я кстати буду гонять ближайшее время яблоко с ассасовским жидкостным охлаждением сейчас 5 секунд покажу короче я iphone 15 pro max буду гонять вот с этой штукой вот с этой штукой и будем тестировать как классно будет потом как классно будет играть его давным-давно купил эту штуку дорогая триндец смысла 0 но с другой стороны если у тебя нет опять же геймпада не знаю плойки а есть iphone почему не поиграть и на работе как подключил эту блямбу и все правильно мы же не ищем легких путей никто не ищет как у меня просили поменьше морду лица сделать вот сделал уже уже как лога до юрий ничто не вечно под луной я уже его вьетнаме пожил и в доминикане это я тоже не комментирую потому что технически с финансовой точки зрения для меня это просто триндец как выгодно нереально выгодно вот к слову кто думает что где-то дорого но вот здесь вы можете не можете здесь снимаю помогаю снимать народу кто на опыте это не реклама никому помог и буду из ну как бы единственно сориентировал вас по цене реально снять однушку стоимостью в 25 тысяч рублей охраной охраной бассейном спортивным залом все включено и есть довольно дешево вот это не реклама потому что я не скажу что другие моменты как-то радует но то что жизнь дешевле значительно чем в питере или москве это факт намного дешевле но опять же для этого да ну а если люди шарят вот тоже сейчас скажу если ты шаришь если люди шарят они шарят во всем но так драгунов не будем о грустном меня просто периодически хотят услышать от меня что-то такое вот не знаю промо-код у меня доставка у меня за 10 дней обычно много всяких штук как блогер конечно я очень сильно от этого дела выигрываю тихо так тепло и фрукты но я живу под кондиционером поэтому сказать что там меня особо тепло интересует и если откровенно говоря я в россии был более белый чем сейчас точнее сейчас более белый чем был в россии если про это спросите у меня там не знаю когда последний раз плавал в море я вам спойлер ну никогда то есть бассейны до плавал но в бассейне и дома я периодически плавал а почему это все тому что хорошо там где нас нет и надо патронов мне набрать сейчас встречу кого-нибудь да самое главное это быстрая доставка девайсов для меня и легкая продажа девайсов без мозголюбства ну что все перекупы что в россии у меня бы на реально этим заморачивался сам это такая просто потеря времени гигантская это гигантская потеря времени потому что все с тобой хотят не одну как бы когда я продавал у меня был канал 200 тысяч подписчиков сейчас он сколько нас 400 он и 440 даже тысяч я прикидываю в этом случае как бы я продал я бы очумел но мне приятно общаться с людьми ну вы прикиньте там не знаю продаю 15 телефонов в месяц это минимум 15 часов в месяц нужно бы было разговаривать по поводу железки здесь я привожу просто привожу и отдаю даже чувак не смотрит потому что нужен на как-то называется отдаю по низу рынка для них к конкретному низу с минусом разумеется каким-то конкретным и все 0 общения 14 в глобале а зачем мне 14 в глобале xiaomi 14 на global может быть но очень сильно вряд ли то есть я пока не знаю зачем не забываем прожать лайк всем огромное спасибо что пришли и кому не интересно чтобы я себе рассказывал что-то можете написать и я это восприму и не буду рассказывать жкх дорого но если снимать именно дешевая конда то жкх выйдет ну 1000 бат то есть там 2 300 рублей то есть реально вот однушка с бассейном классным бассейном классным спортзалом как раз классной охраной в 15 минут от пляжа пешком 30 тысяч рублей выходит все для этого надо шарить да если ты без опыта без мозгов без знания языка и без чуйки приедешь то ты будешь то же самое снимать за 50 за 60 тысяч ну как многие мои знакомые то же самое что я снимают в три раза дороже притом я снимаю лучше без мозгов лучше не опять же если у тебя широкий карман то можно и не особо запариваться меня никогда широкого кармана нет мне дадим железки покупать и потом топить их до нубия вот так вообще вопросов нет друзья хоть какой-то комменники кисти рук до кистья они куда-то их не спрячешь потому что ты и катаешь на байке ну для для на байке кота у меня машины нет да и нету вот а тогда это самой загорелая часть моя так все короче улучшил не улучшил это бесполезно все как-то не везет них с картой он уже сбросил яркость конкретнейшим образом сколько у нас прошло засек я засек но сейчас 5 секунд я вам покажу я вам всем покажу что у нас с яркостью и температуру он поднял ну уже вот не меня 400 уже печально но мне кажется это не предел и это прошло всего 10 минут не понял что игру смотрим жгете очередной гаджет павлов нет это просто повод собраться как помните прошлый стрим приходила одна девушка такая чего вы все пришли мужик какой-то играет у нас клуб по интересам некоторым девушкам не понять 120 фпс держит но не 120 90 фпс фпс 90 в папне у стоять у него в нет внутриигровой счетчик ну пока дать но 400 люксов это поверьте мне не хороший вариант развития событий если будет я говорю я вот смотрю опять же как многие говорят там вот просмотров да мне все равно но вот реально есть на на 100 человек в онлайне мужики 100 человек в онлайне это круто то есть прикиньте не прикиньте какая тусовка которая который интересует одна и та же тема это железки не отвлекаем биг саму можете отвлекать по полной программе это не не игровой стрим я так посмотрел кстати а шесть лет стримлю это бедный папка а уровень моей игры примерно как у чувака который полтора месяца отыграл и все я конечно могу сам для себя оправдываться все время игру на разных устройствах отвлекаюсь на ответы на по факту а просто просто плохой игрок монопод вот он ланзы жесткий штатив жесткий штатив диджей pocket 3 за подожди у меня уже был даже диджей а pocket это тот который снимает а кто хочет им пользоваться я не знаю может быть на pocket 2 и не делал на pocket 3 можно и сделать я не очень хочу понимаете снимать окружающую штуку вот просто не хочу ну не travel блогинги я говорю я себя пробовал вот периодически аж снимаю вам там какие-то вещи куда еду там я был в абу-даби полечу в марте там поснимаю там потому что я буду две недели но какого-то там особого фанатизма я хочу пасть у меня нету внутри вообще не от цель выжить в папке цель выжить выжить чтобы на одной катке максимально долго устройство отработало все уже фпс проседает конкретную на тактически неверно даже играю для того чтобы что-то там показывать ну и ладно топ телефонов для мама для мам iphone все топ телефонов чтобы мама подняла что вы ее не любите у по желтый желтый это кто-то заказывал правильно желтый это что-то заказывал зарубил его такое пойти полутаться еще о гранатки точил а видите 1 на 1 дома к другому поехал вон он там ух ты ёшки хорошо тело попало все я все понял не мой левел у опоссом ты дошла у опоссом и классные собаки официально заявляю это же не спойлер до опоссом и все живности классно много а байк не не надо права есть у меня права и два байка на 300 кубов и но мне по фану и пациент 160 вот не забываем про жать лайк всем кто пришел так и сошка какая вам комфортно будет посветлее наверно чуть-чуть а он же сбросил яркость можно светлее сделать как удобно до ухты ёшки вот так вот а да ладно там еще какой-то был тип а я был хорош одного я вырубил да но все ну ладно и так отыграл 15 минут 19 вообще молодец даже если бы у меня кстати была тема что я хотел бы прокачку поверьте мне у меня ничего не получилось бы меня нулевой талант в играх нулевой zero то есть хуже чем я не играет мне кажется никто и в коллективных играх тоже типа футбола той тимур той сразу видно кто меня не смотрят кто не смотрел ни одного моего обзора давай принимаю всех не 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 вот эти вот звуки чавкающие но как можно добавляться к человеку и чавкать и что-то за дичь юрий я не знаю я купил сначала пациент 100 потом тимакс и сейчас хочу димакс и все иногда катаюсь на одном иногда на другом я в плену вещей юрий это моя моя слабость покупать даже не продавать пациент наверное продам потом может быть а может нет так что у нас по яркости сейчас он найдет и я яркость измерю но если меня смутно ощущение что не критично пока помним что он не игровой но он реально маленький поэтому какие претензии я уверен что зон фон будет больше очумевать чем он намного и камеру они его подтянут потому что я не назову ее идеальны кстати исходники по фото и видео уже можете скачать мои личные телеги и завтра еще докидаю знаете почему кстати еще сегодня не так много людей потому что у меня сейчас идет обзор 40 минут на sony и люди которым более менее менее интересны железки они еще его пойдут смотреть вот так интересно хотел весь обзор а сейчас прочитал комменты и там про то что я за него топлю за sony из ну вы понимаете что два разных устройства как вы можете сразу у меня спрашивать что вам взять если это двора добра экран даже разные между глава дергался меня те которых вопрос мне только от ютюба теперь глава раньше от работы дергался от службы я из-за стрима обзор на sony не досмотрел всем смотреть обзор на sony обязательно чтобы я покупал всякую дичь что в каком-то смысле это дичь для продажи это точно дичь то есть на нем я потерял десятку уже евгений самсонов это как раз та история про s23 плюс я не знаю его не тестировал потому что мегамаркет прислал мне с 23 а когда им прислал что мне прислали с 23 место с 23 плюс они мне написали разбирайся сам с продавцом мы тебе очень сочувствуем а потом я написал продавцу и продавец мне написал чувак за свой счет отправляй на дальний восток я когда смартфон получу я тебе может отправлю с 23 плюс вот и весь диалог то да вот так что не могу рассказать вам про s23 плюс и я точно буду его покупать как-то по-другому теперь не как s23 плюс апостол привет андрей еще раз привет григорий пожалуйста не ну самса она все-таки популярная штука вот как раз к вопросу зачем но с другой стороны люди которые любят самсу вряд ли придут ко мне на стрим явно их месте точно бы не приходил кто-нибудь из фанатов самса здесь есть мне кажется люди которые любят самсу точно не любят мой канал потому что вот и это 20 минут игры ну все но это дно то есть мы сейчас поищу поищем еще больше одно конечно же но играть в это уже невозможно и это не какой-то там супер супер какая-то тяжелая игра или новая кота вася приветища ты стал заходить на стримы вау алекс все относительно он еще живой могу так сформулировать еще пока телефон работает это уже хорошо не сгорел потому что если бы он сгорел это была бы печаль так мне на него еще надо делать обзор вот это пока прожарка но на то прожарка и есть три раза в antutu прогнали 1 миллион пятьсот тысяч баллов и два раза миллион двести максимальной яркости он держит недолго так пиковая яркость у него 1100 но опять же насколько насколько ее хватает через 10 минут он ее сбрасывает до трех до четырех сотен люксов технически опа прям эмоционально как-то кто-то стрелял не говори мне только что это был не бот что у тебя была третья каска нет не каска плава всему вечная слава во деда так но здесь по-любому что-то третье должно быть вот уже 1 3 обычно здесь либо каска либо этот есть либо броник обычный то и другое кстати мне обычно везет здесь я полностью лутаюсь трешкой но не в этот раз по сути кого-то уже забывали ли он сюда летит по звукам оружие какого-то топового нет вообще опа ну-ка похож на бота 99 процентов что это бот иначе он меня вынес странно нет пулеметов никаких прилично не другу но вообще ничего нету технически так нормально не полутался ладно зато можно два апгрейда заказать уже по количеству собранных элементов так пам-пам я самсунг ноут 10 очень удобный smart не а самсы нормальные смартфоны я же не говорю что они плохие вообще почему я сейчас рассказываю про смарт и мы только хорошее видео у них ноутов горячий горячий не сильно но прилично 1 2 мы в зоне нет наймы в зоне еще супер я бы сказал отлично здесь мы уже мутались то ли кто же верну 700 купить топовую пушку надо полторы но о прилично так обрезала боку зону о драгунов ей так и 900 кто-то приподнимется сейчас когда будет меня валить у по у по по у у о у у у ну вот 8 сейчас планирую переход на с 24 круто сколько что и подходил ноут 8 какой редми ноут 8 просто кофе еще не успела выпить наверно не надо вечером кофе пить не склоняйте человек плохим поступком не обдуманным а здесь зона уже прям здесь так что у меня по предметам набор настройки чтоб пилу 1 2 1 2 заказать ноут 8 samsung это очень-то крут прям очень что-то так долго отходил на нем не хватает места конечно огонь раз и все равно не хватает места все все апгрейдин примерно пять лет ну круто же еще может продаж даже shark 5 норм 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 жалко что они ничего пока не делают нового ппс сами видите уже в основном вот так устал сейчас посмотрю сколько мы играем 32 минута думают да к сожалению то через года три четыре двенадцать гектар будет мало полю бас к сожалению почему передумал аксим ультра брать обиды как не понял он по мне что ли стрелял лёг в чистом поле о вижу типа скорее всего не факт разумнее бы было наверно прыгнуть в здание но мы не ищем легких путей когда одновременно стримил на твиче до нагрузка была больше но ввиду того что с марта начали отрубать микрофоны и я так и не получил наверно публику который интересен твич то есть большинству он все равно можно параллельно конечно гонять ну вот они 60 фпс эти 790 все кстати смотри бельно смотри бельно уже не топово конечно но папа нечего бегать за фрагами да я бы сяоми 13 брал редмики к вы но они в каком-то смысле кирпичи потому что вы потом их не продадите очень тяжело продаются родники особенно китайские очень очень тяжело опа все мыслят одинаково все хотят на возвышенность и Продолжение следует... Всех зарубу в зданиях, все, нокнул. Опа, а я его увидел, а я его увидел. Но он увидел меня первым. Ладно, пока мы валяемся здесь, а до меня еще добегать будут. Ну, 370 люксов, он держит, и все. Нет смысла его мучить дальше. Сейчас посмотрю, сколько заряда. 40 минут? Ну, 40 минут уже. Может кто-нибудь возьмет меня в тусовку? Очень сильно вряд ли. Но, во всяком случае, я могу быть в топ-5, если сейчас народ какой-то загнется быстрее. Вот. По поводу тестов. Диабло в городе посильнее напрягает смарт, и надо на поле боя. Нет, там нет, 690 фпс. Ладно. Ждите. 5. О, смотрите там внутри. 4. Это штука. С зоны. С внутренней зоны. 4. Чувак выбежал. 4. Давай 3. Все номер 3. Норм. Так, 40 минут, 52, то есть 18 процентов, 27 процентов в час, 27 процентов в час, учитывая, что смарт сбросил яркость практически сразу в 4 раза. Дадим ему отдохнуть. Дадим ему отдохнуть, потому что температура у него по-любому неприятная. 41 тыл, фронт 38,9 и стоп. Батарея. Батарея у сяоми, это у сяоми на батарея, он 45 и 41 градус. Подождем. Хорошо. Пока он восстановит у нас яркость, пока все восстановит. Нечего его мучить. Я пока поотвечаю вам на вопросы. Можно еще Диабло будет 15 минут поиграть. Хотите в Диабло поиграть? Дмитрий из СС-8 проходил пять лет. Ей. Хорошо же. С флагманом можно ходить пять лет. Можно. Но, опять же, не всякий. Флагман может пережить пять лет. Допустим, 60 ультра не переживет одного утопления. Вот. А что это у меня? Не показывает ничего. А. Включить, запустить. Z60 ультра флагман, но она у вас погибнет быстро. Видите? Дождик. И все. Так что не с всяким флагманом ты пять лет отходишь. Не надо тут. Пока пауза, задаю вопросы. Да я думал, наверное, заканчивать надо или нет. Mi 10 норм. Magic 6 и Magic 6 Pro я купил. Я же говорю, уже в пути. Мне получается в пути. Пути что? Xiaomi. Еще два, по-моему. 2 Magic и все. А, еще рок 8 Pro же надо. Пророк 8 Pro у нас также будет. Шуру зацепил. BigSamo, да. Потому что я не люблю влетать на полтинник. Ну, как бы для меня это прям ломка. Меня зацепило, потому что я вижу IP68 и... Ну, я предполагаю, что может быть там будет какая-то проблема. Из разряда сенсора, еще чего-то. Ну, у меня вообще ZTE какая-то все время беда. Наверное, потому что они сами по себе шелкоблок. Чаще всего. Мне так не везет. Всем остальным, кроме... Мне кажется, правда, в основной массе блогеров, с которыми я общаюсь, им не везет. ZTE. Наверное, потому что они не продают ZTE. Когда тебе не продаешь ZTE, тебе с ними не везет. Вот. За сколько данный аппарат стоит брать? Какой? Ай. Почему баллы АИ перестали озвучивать в тесте? Максим, потому что вы первый за все время, с момента того, как я перестал их озвучивать и в комментариях их тоже нет, спросили про него. То есть он никому не нужен. Alcatel только тонул. Хорошо. Топ-3 смартфона до 30к. А если я тебе скажу, что просто или вам, давай вам. Я с другой стороны здесь канал для стримов. Давайте на ты здесь. Я все равно буду на войну. Частично. Короче. 30000. Покупайте пока F5 Pro. X5 Pro. X6 Pro. Пока X6 Pro. Покупайте и все. Для фото-видео Samsung A54. Хотя там 4к 30 фпс, но они норм. Александр Иванов. Этот с миллионников требуйте. У них все их смотрят. Ну а понял. Не перестаньте. У меня и так тестов. Прям это знаете как говорить. А ты в лифте пробовал. У меня в лифте вообще ничего не ловит. В моем лифте не ловит вообще ничего. Ни дешман, ни первый эшелон, ни третий, ни второй. То есть мне найти какой-то лифт определенного бренда. Чтобы он почти ловил. Такая дичь вообще просто. Артун Артур спасибо, что вы приходите. Можете меня не уважать никаких претензий. Для меня это слишком тонкие материи все эти. Уважаю не уважаю. Я рад что вам вас контент мой увлекает и импонирует. Я безумно всем рад. 700-800 люксов и я так подозреваю, что он сейчас доведет до 1100. Все. Можно включать Diablo. Почему все так хотят Diablo? Почему все так хотят Diablo? Признавайтесь. Big Sam. Говорю. Это знаете как мне недавно мой администратор. Может быть он здесь. Скинул канал. Я же всех знаю. Которые только что перевалил сотку. И у канала магия. Магия знаете в чем? У него обзор это хороший. Только прикол в том, что он обозревает только 3 эшелон. Ну разумеется 3 эшелон платит нормально. Но у меня нет претензий к нему за это. Но когда у тебя весь канал 1 3 эшелон. И ты сравниваешь 3 эшелон с 3 эшелоном. То ты просто становишься пиарщиком 3 эшелона. Когда допустим купить тот же Пока. Пора обозревать. Купить тот же Realme. Притом я повторяю что я обиженка как любят говорить. Пока мне ничего не послал. Realme вообще контора русская одни мата у меня. Но почему не сравнивать 1 эшелон и 3. А человек сознательно рассказывает только про 3. То есть он делает просмотры сравнивает фото видео. Только 3 эшелон. И как бы все. Как бы все. На этом у него бизнес. Он там их продает. Там еще. Я говорю. Нет идеальных подходов. Вот я допустим считаю что у меня неприятно смотреть людям которые что-то собираются купить. Им реально там наплевать вообще на 95 процентов информации. которые я считаю негативной. Но тогда с другой стороны. А зачем ты тогда смотришь обзор. Тоже. Согласитесь. Мне кстати был прокачанный в Diablo герой. Но я не помню на каком аккаунте. По моему на моем родном. И я заново считать играю. Мирослав. Эксинус. Вообще плохой процессор. Плохой. Плохой. Но. Основная масса как раз будет на эксинусе. Так. 51 процент. Давайте 15 минут я отыграю. Никто не против. И вы посмотрите как это дело будет работать. Секундомер. Старт. Так. Сброс начала. Поменяю камеры. В общем все всегда очень специфично. Неоднозначно. И повторяю что самое важное чтобы вы включали голову. Потому что. Опять же. Вот я обозреваю все для того чтобы быть в курсе всего. Что нужно мне. Но у меня вообще специфика другая. Мне нужна съемка. Мне нужна работа с телеграммом. Там чтобы спокойно можно было печатать. Там не глючила по минимуму. Разряжалась батарея долго. Это нужно мне. Каждому человеку нужно свое. И все равно вот в этом конгломерате девайсов лучше покупать бренды первого эшелона. Понятно что не всем им нужен пиар. Ну допустим яблоко пиарил только один человек супер большой. Но сейчас оно официально ушло и вообще никто не пиарит. Ну может быть серовозы только там какие-то. Ну а через кого вы будете покупать. Ну через них. Ну а какие варианты. Либо вот кстати на Алишке китайский китайский был этот. Айфон. Я сегодня выкладывал 68000. Вообще нереально. И магаз норм. То есть джейлстор. Я там много всего покупаю. И две физические симки. Это супер. Так и что там. У меня еще не готово. Евген для меня. Для меня. Ну опять же вот. И поверьте мне. Я знаю очень много людей которые занимаются видеографией. И снимают роу. И они покупают чертова туча набалдашников на эти айфоны и стабилизаторы. И да ночью может быть что-то. Средняя температура по больнице. Ты берешь яблоко и можешь снимать что угодно. Самс хорошо снимает. Я не говорю что он плохо снимает. Или какой-то другой смартфон. Я бы с удовольствием ушел. Для того чтобы. Вы понимаете это даже лояльность аудитория. То есть. Лояльность аудитории если ты на андроиде сидишь выше. Хотя очень многие врут что они сидят на андроидах. Это факт. Но. Вот что есть у меня то есть. Если можно было снимать на что-то другое. Вот я может на ультра буду снимать. Я еще думаю. На 24 ультра. Что это лопатка мне понравилось конечно. Но. Будет видно. Я не один решаю что лучше снимать. Я говорю. У меня есть оператор Игорь. Он и монтажер по совместительству. И как только он мне скажет что-то у андроида. По его мнению тоже. Лучше картинка. У меня уже были моменты когда такого класс. раз. Вот у Соньки если снимать в проф режиме. Видео вау. Просто вау. Но. Но. Проблема в том что. Сейчас. Про раз формату яблоко тоже лучше снимает. И у Соньки тоже. Если заморачиваться с этими делами. То ну как бы. Это уже другая история. И не хочется заморачиваться. Что многих да. Многим важна картинка для себя. Для меня мне важнее. Железки. Характеристики. Чтобы я мог сказать что у меня все в руках побывало. Что я все видел. Да и для себя. То есть мне вот интересно пощупать. Потестировать. Стрим было интересно настроить. Чуть-чуть настроил. Понятно что не идеально. Но уже лучше. Можно погуглить apple. Но нельзя погуглить google. Да. И это тоже. Что. Какое. Есть. Какая. Есть. 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 Ого. Есть. победы близки но вообще пока нет ощущения что он греется больше чем в папке можно графика какая-то попроще стоит а конечно конечно устройство очень высоко не поддерживает вот так вот оно и бывает так а мне надо выйти нет для того чтобы настройки сохранить как-то при 60 fps мы уже тяжелее почему мне никто не подсказал вот на 100 человек друзья кто просил что за блогер 3 эшелон много блогеров разных не в топе у всех своя специфика у всех своя специфика но основная масса кто дорожит своими подписчиками у нас занимаются обзорами всего так и все войдем неполным составом я просил что-то просил на андроидах много приложений для съемки в не сжатом формате и не только так и режим зла вот крутыш о а где этот тип который мне помогать должен че 24 ловла короче покупаешь и создать отдаешь ее в специальные кейсы качаешь игры намного быстрее ничего не понял он очень интересен оптой а я не забрал и а здесь тоже какие-то типы а то есть тут все сложнее сложнее а а а и а и и и и big сама окей так а почему ты не посоветовал лишь 60 fps поставить где еще о о прозрачная штука фокус все красивая игруха конечно он там заклинатель так ну чтож понеслась мана фрук прожаривать с 24 ультра после не знаю не скоро нет у меня пока настроил прожаривать но не совсем не скоро вот уровень чего уровня здесь нормы качаются да это дальше не котик все мы заканчиваем банкет на diablo x car надо качать следующий раз на ультре скачаю напиши мне только в комментах с 24 не игровой смартфон можно кстати еще на рак фоне 8 про погонять его технически интересно сколько здесь уровней мне что-то смутное ощущение что мы вписались какую-то дичь такую приличную дичь так пока тихо все залипало так пока тихо все постепенно надо быть чуть-чуть сейчас еще вверх потом еще боссы минут 10 до не рассчитал не рассчитал а сейчас не вверх суда в плане а теперь вот сюда ARM hhhh они уже прям жизнь и быстро отбирают много а очень быстро ручную воскрешение у архитектор ты дошел привет администратор с пикселем 8 так ну подвис подвис вдруг других как в двух других словах людей потянет игры или нет но уже подтормаживает начал прям мало того что он не особо есть что он уже не завалил или нет нет не заваливающим и половину типов живой еще жизни много еще о король всадник ну босса грохнули все мы засечем да посмотрим сколько что съела завершено то есть двое можно было тоже его пройти сначала подойти к этому полу продать сюда разбирание дадим игре отдохнуть всех кстати с католическим праздником 14 февраля кому надо там чем закупаться кого радовать не забывайте кто будет неприятный неожиданный завтра что вы забыли думаю что вы хотите не ажа неожиданностей забрать все еще здесь посмотреть какие-нибудь штуки забытое нет ничего не забыли и никаких бонусных штук здесь нет но пробежаться можно smart теплый не особо сильно горячие но все равно сегодня прям подозрительно много админов тусовка то одна и samsung интересен народу логично пришли все 7 для кого-то там портала карту universal да спасибо всем кто пришел спасибо кто поставил лайк и в принципе да надо смотреть 45 процентов было пятьдесят один пятнадцать минут шесть процентов в 15 минут то есть принципе 24 процента в час и люксов получше чем в папке папка видите гасит до трех с лишним сотням люксов правильно или нет или также было 470 уже провала в памяти игра дьявола так у меня три часа ночи в геншин смысл и смысл есть играть в ганшин нет если играть в геншин то надо дать ему отдохнуть так как пропустил момент пропустил вспышку отдаем отдохнуть ему или нет включить подключить что алекс толик мясников не алекс тогда саня мясников алекс говорит для того чтобы метод было проще произносить имя потому что в азиатских языках буквы ши как я понимаю я не использую ни фильтра ничего а ну да аккаунты алекс мясников я вам скажу что особо сильно и к инкогнито не побудешь уже то есть это кажется что там три миллиона просмотров у меня в месяц но сколько этих месяцев было игры у меня линейность уже три года четыре года линейно понимаете 4 понятно что там не какой-нибудь гипно кого 441 тысячи подписчиков сейчас я вам скажу просто по поводу я хотел посмотреть сколько просмотров то всего канала 1900 видео при том что сотку где-то удалил 120 миллионов просмотров вот так вот вроде бы у меня в голове что мы недавно имели 100 с вами миллионов просмотров 120 миллионов просмотров на тех на канале это немало да и плюс версию куплю но это будет не скоро то есть это будет после 8 марта точно потому что до 8 марта у меня уже расписано что я хочу делать какие обзоры у меня задумка простая что с 23 плюс я буду обозревать когда уже будет новая прошивка до самсунге есть смысл бежать и тестировать первым но как же так объяснит то у меня идет теория при или предельной полезности вот что я хочу делать я хочу откровенно мне сейчас передо мной лежит все много смартов много я хочу сделать больше всего поиграть на этом деле вас до стенден это первое а второе что я хочу это протестировать с 23 ультра 24 утра но я как раз растягиваю удовольствие с 24 правда хотел погонять sony я не хотел гонять потому что если нечего сказать лучше не говорить и для того чтобы проникнуться sony мне прям понадобилось много времени много но когда я смог что-то из себя выдавить потому что такие девайсы как sony это точно не про выгоду а я очень часто говорю вообще неважно какие эмоции какой там блогер еще кто-то но это факт какая разница какие эмоции конкретно испытываю я для вас поделиться эмоциями я могу но вы и так чувствуете в по обзору или видите по обзору как я отношусь к тому или иному девайсу и если кто-то смотрит полностью обзора с примерами видео я там конечно 500 раз повторяюсь потому что я гоняю smart не один день или два и не три даже борода где-то длинная где-то побрит где-то опять но там много информации еще дополнительной по поводу железки вот там уже вот сопли сопли слюни эмоции остальная картинка она должна быть более-менее объективным вот sony не объективным бессмысленно покупать ультра самцы при любом раскладе это топ то есть я ее взял в руки но это топ там я могу хейтить сейчас яркость samsung с 24 какая разница он будет у меня это топ это топ сам снизогнулся раз 24 ультра то же самое мне нравятся фотки вообще просто бомба бомба хотя опять же фотки на из 24 я бомбы не назову и видео тоже вообще какая-то лобутень получаются с ним пока пока как будет потом будем видеть не устаете райдер много лет нет ну во первых я не один есть я и оператор игорь ну и вообще технически немного кто помогает мне бывшая супруга много что делает там не знаю посылки получают что-то отправляют там друзья у меня есть владимира который мне здесь чем-то помогает по мелочи да не по мелочи там перекуп тот же какие-то вещи по большому счету коллектив канала он огромный все 40 администраторов это коллектив канала мне нельзя считать 1 одним как 1 мимо даже когда у меня был канал и там не знаю тысячу подписчиков я всегда был не один у меня была семья это не просто поддержка это какие-то мелкие еще взгляды со стороны на любую железку даже сейчас ну а консультируюсь по поводу железок с близкими людьми то есть если вы думаете что такой просыпаюсь продираю глаза и такое вообще вы думаете одно только покупать сидя 24 на 7 и выискивая на что делать обзоры чтобы вы понимали посмотрите как модельный ряд сократился с двадцать первого года да я в модельный ряд смартфонов вошел в двадцать первом году и после этого начался покупать двадцать второй год я считаю что я купил все что я хотел и в двадцать третьем я еще 23 я купил все 24 год пока начинается точно так же покупаю все обозреваю все и я устаю потому что может быть в каких-то моментах если кому-то интересно что есть определенная мысль вот я слишком слишком негативен вот это меня беспокоит чтобы я не был слишком негативен хотя не стараюсь быть позитивным это такая такая что меня это напрягает но я все равно такой вот как поставить а вону youtube загуглите там просто все очень sony низкие частоты хорошо записала iphone так может у sony много вообще приколюх много если там копаться начать очень много очень они классные big сама и ничего лишнего не говорю вону вся наша тусовка universal вопросом кто у нас еще сейчас жужу не пришел подлец где-то катаваси ушел уже андрюха ушел архитектор тут ну там и 100 человек 30 человек бывалых если не 40 кто-то собирается на политических каких-то штуков кружка кто-то собирается на кружках посвященных ну не кружках а сообщества которые посвящены той или иной религии кто-то в области искусства вот мы в определенном смысле железки это что же искусство что ганшин гонять или нет все он восстановился довольно быстро кстати можно попытаться 15 минут прогнать давать 15 минут все тут после пока x6 про ты уже наигрался пока их 6 про так быстро ёшки-гагошки кнопки у всех везде разные алекс ну опять же это твой взгляд я же тебе говорю температура в целом по больнице я считаю эти комментарии первое что утром меня приободряет это то какое морально морально не нехороший человек и и всего чего еще тоже чтобы не забывался читать комментарии полезно никогда не будет завышенной самооценки не по поводу чего толян вечно выбирает из ну вообще быть в поиске это хорошо не всегда хорошо наверное допустим не знаю нет идеальных людей нет идеальных вещей и в некоторых моментах это тебя будет тормозить это как самые успешные люди в бизнесе правильно ниже совершают много ошибок и очень часто рискуют очень низкий пинг не знающим связано он не должен быть таким низким графика 60fps выставляем и он чумеет и он чумеет ну и ладно так 43 процента смартфон интересны давайте будем откровенную что мне самому интересно чуть-чуть его прогнать понятно что он везде будет по-разному себя вести но я уверен что те кто его покупают кто-то даже будет играть в ганшин вот кто-то будет железно прям и да к сожалению на яблоке намного больше подобного рода игру кстати ну ка здесь стоит такая штука я не вижу кого надо для этого дела ушатать кого надо ушатать где они а лето надо зажечь что-то или вот этот нет можно зажечь нет не вариант ну и ладно не очень ты хотелось мы пойдем другим путем александр большое желание сменить android gt2 pro на iphone если есть финансы почему-то будешь жалеть игру сейчас уже даже то и психники на них висят купи только вот с яблоками я не советую покупать что-то дешевое так стоп все отлично 15 про купи себе и кайфуй если тебя прям от него не припрет ну значит все значит яблоки точно не твое но в яблоках не интересно то что раз в год ты покупаешь это дело и потом не ищешь не продаешь ничего вот ты сидишь на нем и все как говорится яблоки мало люди которые покупают iphone и редко смотрят обзору на андроида да я так думаю или нет руда стоящая думаешь надо сломать ну ладно попробуем типа много и сильно здесь я все без вариков похоже что там что-то внизу как ветер почему-то думал ветром ну ладно ну ладно не очень-то и хотелось так куда-нибудь надо ползти какое-то есть задание да посмотрите на соньку обзор хотя мне кажется что но я говорю мне она понравилась вот понравилась она мне и вот я тот дядька у которого есть финансы чуть-чуть и я понимаю дядик или тетенек которые купили себе его и кайфуют этот смартфон и ползают в нем и и понимают что это такое что такое sony для чего они его купили или или просто по приколу и вот у них там 550 смартфонов вокруг у народа и все без рамок сверху снизу и все там с очуменными фронталками еще чем-то а у них самый интересный смартфон и все спрашивают а что это такое и все и это не какой-то дешман третий сортный про который стыдно говорить что это ну все 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 давайте давайте лояльно по одному так вообще яркость он не сказал бы что сбросил даже чуть-чуть может быть сейчас мы победим этих типов я сбросил получается видите поэтому пояса можно определять легко что надо мне поярче делать и со чтобы у вас была не темная картинка тихо 2 стреляющих типа все по одному подходи по одному как говорится сейчас еще столько поток у меня сколько в экосистеме google а сколько в экосистеме но в этом-то и прикол что у гугла не сказал бы что прям экосистема экосистема но по количеству пользователей до уделывают мне кажется по полной с другой стороны яблочные девайсы дольше и живут ими дольше пользуются и как думаете все-таки бой за чемпионы мира по боксу между усиком состоится сколько девайсов в экосистеме саня далеко сидит от микрофона может быть так 40 процентов и это за за 7 минут то есть три процента но это не не комплиментарно но комплиментарно то что я прям чувствую как стало не ярко 360 люксов то есть вообще не для папга ой нет для геншина то есть геншин вообще не вариант для игры в на данном смартфоне 360 люксов меньше чем за пять минут это конечно с 1100 слишком тяжело ему на 60 фпс его гонять то есть потом у нас будет скорее всего троттлинг лютейший это будет потом и иммунитет утонула штучка это нет штучка это не за штучка это не а рядом с этим с цветком что-то короче не могу я победить их 90 проб вообще viva все хороши по камере кратко что у нас по почти 10 минут было 43 стала 38 5 процентов за 10 минут 30 процентов час но это не игра 360 люксов это не игра друзья это все очень плохо и разумеется это не игровой смартфон даже близко что и требовалось как говорится доказать всем огромное спасибо что пришли в принципе миссию мы выполнили базу мы узнали шим есть яркость сбрасывается моментально в играх никакой по съемке я скажу что он тоже не супер но опять же подписывайтесь на мою личную телегу скачивайте фотки я вот допустим по моему вчера или сегодня делал на несколько телефонов фотографии и в одинаковых условиях солнце все классно но там четко было видно как правильно мне написали ридми 13 про плюс 13 праву делал просто по полной программе яблочко и не только там много кого он уделал с бен в этом и смысл чтобы люди общались с приятными для себя компаниями всем огромное спасибо 100 что зашли надеюсь стрим был кому-то полезен напишите в комментах потом после стрима кому он был полезен чтобы я делал это продолжал потому что мало того что я свои обзоры с этого девайса забираю так я еще и в тот день когда делаю стрим забираю просмотры с основного канала потому что у людей нет времени посмотреть обзор обычный и еще и пообщаться так что так джебэк блог вам спасибо denis шевцов big сама максим дмитрий гордиенко герго спб ducat red fox universal опоссум всем огромное спасибо что дошли гор горец все портится да все игры вообще портят все 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 портят лысый хорошо лысый патриот тоже счастлива евгений толик глуми бег сама катавайся спасибо большое что пришли следующий смартфон на прожарке будет либо iphone 15 pro max либо нубе а либо видите как в голове засела либо одну срок фон 8 pro добра и удача вам дорогие друзья